Сразу два спортивных события состоялись в минувшие выходные. Республиканский турнир по волейболу и первенство России по каратэ. Оба мероприятия приурочили ко Дню Защитника Отечества. Турнир уже во второй раз собрал сильнейших волейболистов из Ибресинского, Канажского, Комсомольского и Янтикского районов. Вице-адмира Владислав Ильин, чье имя носит соревнования, тоже в свое время увлекался волейболом и имел второй разряд. Как будто вчера состоялись первые состязания по волейболу среди сельских волейбольных команд. Тогда мы признали всем и вся, и самому себе, что первый блин оказался далеко не комом. И решили продолжать эти мероприятия и впредь. Волейбольные команды играли по круговой системе. В результате упорной борьбы победа досталась дружине Комсомольского района. На втором-третьем местах, соответственно, расположились команды Янтикского и Ибресинского муниципалитетов. Победители и призеров наградили кубками и медалями соответствующих степеней. Почти одновременно с волейболом дали старт соревнованиям на порядок выше. Чувашия принимала первенство и чемпионат России по всестилевому карате. Сегодня будет проходить отбор детей и взрослых, и ветеранов в национальную сборную команду страны, которая будет участвовать на четырех международных соревнованиях в 2018 году. Бороться за медали чемпионата и первенства пожелали порядка двух тысяч каратистов из 29 регионов России и Казахстана. Карате, конечно, это отдельный вид спорта. Это такая философская борьба. Но здесь люди формируют свой дух. Мы хотим быть всегда духовно богатыми людьми, сильными людьми. А этот вид спорта на самом деле людей сплачивает. Каратисты распределились на пяти татами. Соревнования начались параллельно в разных возрастных группах. От детей шести лет до ветеранов. В категориях кумитех, поединках и катах, комплексах формальных упражнений. Состязались каратисты в течение двух дней на татами центра маунтинбайка. По итогам у сборной Чувашии 20 золотых, 24 серебряных и 33 бронзовых медалей. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.